Эта 97-летняя бабушка прошла пешком 10 километров, спасаясь от российской оккупации. Под обстрелами она преодолела линию фронта, опираясь на палку и обломок доски. Стреляли. А я и не понимаю, куда стреляют. Или меня заметили, да и начали в меня стрелять. Не знаю. Слышу выстрел. Ой, не дай бог. А я иду, иду и думаю. Как в меня стреляют? Пусть стреляют. Убьют-то убьют. И ни документов, ничего. Весной после захвата Авдеевки в родной поселок Лидии Степановны и Очеретина Донецкой области прорвались россияне. Когда в поселке уже шли уличные бои, а в соседний дом прилетел снаряд, бабушка решила бежать. Да там страшно. Дома горят. Ой, не дай бог, не дай бог. Там соседи наши. Я же пошла, в чем стояла. На дом упал снаряд. И всех троих сбила. Сын прибежал. Мама, пошли. Куда пошли? Да пошли. Он выскочил и побежал с невесткой. А я же осталась. Я тогда в шкафу-то пальто взяла, а шуба там осталась. В хаосе боевых действий и обстрелов родные разделились. А я тогда вышла, иду, иду по улице. А оно шумит все, гудит гудком. Я тогда вышла в казенные дома, там казенные дома. Взяла эту доску еще разбитую, чтобы мне хоть опираться. А вот та, что на мне, что я лежала, это кофта. Вышла, думаю, я выйду на асфальт. И тогда по асфальту пойду. А на асфальте танк как шел, так вот и греб. Вот я потому и шла. Пенсионерка шла целый день без воды и еды, преодолевая препятствия на своем пути. Я не сама падала, меня бросала. Я сама не падала. Иду, иду. А тогда уж, когда яма дошла до асфальта, тогда меня бросила в тот песок. В камни. Я полежала, полежала, да и думаю, надо вставать. Потому что мне, наверное, еще далеко идти надо. Встала, обошла посадки. Дерево высокое уже такое старое. А молодняк уже ушел. Да я вот так разгребала. Тут палка побита. А тут палочка эта. Вылезла. И дошла сюда. И на четвереньках вылезла из леса. Да ой, не дай бог. Так старушка шла до тех пор, пока ее не увидели украинские военные. Как начала идти рано утром, да и пока вот меня те солдаты подобрали. А они меня спрашивают, бабушка, куда ты идешь? Я говорю, что сама не знаю, куда иду. Иду, что надо мне. Назвала дома, какие города. А так он говорит, что сейчас приедет машина милиции и заберет вас. Бабушку передали эвакуационной группе полиции «Белый ангел», которая отвезла ее в убежище. Оттуда ее забрала внучка. Просто тяжело это рассказывать, вот это все. Это очень ужасно. Мне позвонила соседка в тот день. Это было 26 апреля. И сказала, что ни мамы, ни бабушки, ни дяти, ни тети Вали, дома нет. И она не знает, где они. Мы целый день переживали. Мы не знали, где они, что с ними, понимаете? Они пропали. И мы только ближе к вечеру узнали, что они вышли из Камышово. И тогда уже успокоились. Бабушку забрали в пункте несокрушимости. Она была в Покровском районе. А мы забрали только уже на следующий день ее. От дома Лидии Степановны ничего не осталось. Все сгорело. Женщина проработала проводницей на железной дороге 40 лет. Свой дом строила вместе с мужем. А теперь потеряла все. Так хотелось дома пожить, а оно не получилось. А там сколько же добра всего. И это там солдаты все растащили. А то все побросали. Сколько всего нажитого бросило все. В платье и кофте старой. Да боже, что там? Не знаю, не знаю, что там делается. Это у нас во дворе коза и маленькая козочка. Утки, куры. Бросили все. Солдаты уже пожрали все. История отважной бабушки разлетелась в соцсетях, растрогов многих. Монобанк купил пенсионерке дом рядом с Днепром. Сейчас Лидия Степановна вместе с внучкой и зятем начали там обживаться. И что, нравится вам в этом доме? Ну, а че ж не нравится? Пока еще мы не захламили. А это моя. О, а покажите свою. Проходите. Некуда возвращаться. Там все сгорело. И бабушкин дом сгорел, и наш тоже. Там некуда больше. Нам изначально хотели купить в Межевой. Но это очень близко к Покровску. Предложили здесь, мы согласились. Здесь очень красиво, нравится. Все зеленое такое, цветы. Правда, огород заросший. Но так очень красиво. Улицы красивые, чистые. Рядом река Самара. Рядом река Самара. Нормально. Много чего не хватает еще. Знарядья бытового. Вещей бытовых. А так мы уже на работу устроимся, будем зарабатывать, будем что-то иметь. Будем своими силами. А если будет какая-то помощь, то будем очень благодарны. Будем очень вдячны. Пока внуки ищут новую работу, бабушка осматривает свои владения. И уже планирует, что в следующем году будет сажать на огороде. Сколько того огорода, лишь бы силы хватило. Бабушка, ты будешь копать огород или нет? Буду. Ну что, буду, конечно. Лидия Степановна боится, что война может настигнуть ее и в новом доме. После спасения из-за Черетина она какое-то время жила под Покровском. Но и оттуда пришлось выезжать из-за наступления российской армии. Боже, боже, что нам здесь придется? Как оно? Может, и здесь? Мы идем, а война за нами. То сидели там, там хорошо было. Но оттуда мы уже поехали сюда. Да там тоже уже начали. Уже и предупреждали. Там их, чтобы они приготовились или бежать, или Бог его знает. А куда же бежать? Там в Днепре. Там в Днепре все очертено уже. Где они там помещаются, я не знаю. Где они там помещаются, я не знаю. Лидия Степановна мечтает дожить до победы. Чтобы война закончилась и люди смогли вернуться в свои дома. Ой, Боже, я уже не знаю. Я уже не знаю, что и думать, и что делать. А она, наверное, не закончится. Как та была с немцами пять лет и закончилась. А это уже десять и еще не конец. Еще уже десять. И еще не конец. Еще конца и край не видно. Вот хочется так, чтобы оно закончилось, и все. И тогда кто домой, кто в деревне свои, чтобы там никто не убивал никого. А как у нас там было, так пусть Бог помилует. Еще он. Я тоже. У нас там было вот так. А как я вот здесь еще работал. Что это было? У нас там было так. У нас там было так. Спасибо. У нас там было так.